В области установилась настоящая весенняя погода. Наряду с массой положительных эмоций она ставит один важный вопрос. Необходимо вплотную заняться благостроительными работами во всех муниципальных образованиях области. С этой темы начал аппаратное совещание губернатор Сергей Морозов. Глава региона поручил в конце недели провести первый в этом году субботник. Со следующей недели начинается уже большая работа, связанная с благоустройством. Мы его называем «мечник по благоустройству», но вы знаете, мы традиционно это не «мечник», а почти двухмечник. Губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость подготовки спецтехники для проведения благоустроительных работ. На контроль должно оставаться состояние водоемов области. К надвигающимся паводкам нужно готовиться. После темы благоустройства глава региона перешел к выполнению национальных проектов. Сергей Морозов поручил проводить совещание еженедельно по итогам реализации проектов по каждому муниципальному образованию. А каждый квартал будут проходить семинары. На них обсудят лучшие практики и инициативы, существующие в области. К большому разговору привлекут глав сельских поселений. В каждом муниципалитете были закреплены ответственные за реализацию национальных проектов. А в крупных муниципалитетах, я их назвал два, Ульяновск и Димитровград, должны быть изменены штатные расписания и введена должность заместителей глав администрации, которые конкретно занимаются только этим направлением деятельности. Губернатор также поручил усилить информационное сопровождение национальных проектов, объявленных президентом Владимиром Путиным. Они должны стать понятными для всех жителей области. На аппаратном совещании подвели итоги социально-экономического развития области за зимние месяцы этого года. Ульяновская область находится в рейтинге социально-экономического развития на четвертом месте из 14 субъектов Привольского федерального округа. С одной стороны, место вроде бы очень хорошее, но в то же время есть как явные плюсы, по которым нужно понимать, что ситуация в стране развивается вот таким образом. Так есть и некоторые минусы, и в том числе и явные минусы, на которые нужно первостепенно обратить внимание. Хорошие показатели регион демонстрирует по уровню безработицы. Развитие в строительной отрасли, индексу промышленного производства и работе малого и среднего бизнеса. Среди очевидных минусов – низкий оборот розничной торговли, недостаточный темп роста уровня зарплаты и, пожалуй, самый проблемный показатель – снижение рождаемости. Поэтому параметр области заняла девятое место в ПФО. На 278 ребятишек родилось по итогам, что называется, первого квартала меньше 278 ребятишек. Это к тому, что и в прошлом году было хуже, чем в 2017. А в 2017 году было хуже, чем в 2016. Мы куда катимся? Губернатор потребовал незамедлительно заняться вопросом демографической ситуации в регионе, в частности, профилактикой абортов. Остался глава области, не удовлетворен работой, которая ведется по диспансеризации ветеранов войны. Всего их насчитывается более 14 тысяч в регионе. Губернатор отметил, что все они должны пройти медицинский осмотр до Дня Победы. Подготовка к великому празднику ведется в интенсивном темпе и сразу по нескольким направлениям. Памятников у нас сегодня на территории Ульяновской области 648. И все они сегодня готовятся к тому, чтобы их к 25 апреля, мы срок такой установили, всех привести в идеальное состояние. Сегодня нет памятников, которые требуют капитального ремонта. А требуют многие частичного ремонта и благоустроительных работ. Но самый крупный памятник Сергею Ивановичу, это все-таки Лес Победы, я на нем опять акцентирую внимание. В конце аппаратного совещания губернатору доложили, что на днях будет подписано распоряжение о завершении отопительного сезона. После чего проведут все необходимые работы. Егор Титов, Юрий Конихин, новости дня Ульяновской правды.